Меня зовут Гуриева Ирина. На момент теракта мне было 7 лет. В заложников была вся моя семья. Кроме папы, я, моя мама, брат с сестрой и двоюродная сестра. Я ребенок, и я не знала, кто такой террорист, что есть бандиты, какие-то захваты и так далее. То есть я просто не понимала, что происходит вообще. И что этот человек несет за собой смерть, и вот этот автомат, это не игрушка, это не было осознания этого. Бомбу не сели в корзинах баскетбольных. И под одной корзиной сидел боевик, и там кнопка была. Он держал ногу на кнопке, что если отпустят ног, то все взлетит. Не помню, как все получилось, но произошел взрыв с этой стороны. Ну и я сидела там близко к нему. И взрыв еще был такой, не сильно большой. И в этот момент я стала вставать как раз поближе к тете подойти. И меня ударной волной к ней. И в этот момент как раз там была дверь во двор в спортзале. И эту дверь выбила. И она нам кричит с братом «Бегите!». Когда я встала на подоконник, там были спецназовцы, ну наши ребята, так скажем. Но я боялась прыгнуть, потому что было очень высоко для меня. Я стояла в этом огне, мама говорила «прыгай», он говорил «прыгай». И я не могла. В итоге мама меня вытолкнула, а он меня словил на руки. Вот. И понес в дом, рядом частный дом. У меня погиб мой старший брат и сестра. В живых осталась мама, я и моя сестра двоюродная Аня. Очень долго искала его. Мы общаемся со спецназом, с ребятами, которые нас спасали. И я у всех спрашивала, вот такой-такой-то с вами был? Ну, как бы, как найти? Всегда, когда кто-то приезжал в Беслан, я на всех смотрела, пыталась найти те глаза, которые меня вытащили, но не смогла. Что-то внутри, я не знаю, как переключилось или включилось. Но, в общем, меня как будто ударило током. Я просто внутренне почувствовала, что это он. Что это тот человек, который меня спас. К сожалению, он погиб. Он умер в Дагестане, что ли, при какой-то операции. Он был сильно ранен, и он умер. И я хотела сказать вам лично спасибо за вашу работу, за то, что вы были тогда с нами. Какая приятная неожиданность. Я собираюсь в Беслан, а вы пришли ко мне в Монске в кабинет. Есть очень много молодых людей, которые выбрались в профессию Родину защищать в различных структурах, в том числе и спецподразделениях. И порой они совершают, как я уже сказал, жертвенные поступки ради спасения других. И они достойны, чтобы их имена мы помнили. Ведь в Беслане погибли Разумовский, Верьков, Кузнецов, Ильин, Туркин, Лачков. Они должны быть на слуху. Мы не вправе их забывать.